Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим Забелин, я продюсер радиостанции Юмор.ФМ. Моё появление очень неожиданно, и всё, что сегодня будет происходить в эфире, неожиданно, поскольку это полный неформат. Позволю себе на правах человека, который имел непосредственное отношение к работе этой радиостанции, сказать о том, что будет сегодня происходить, и представить нашего сегодняшнего главного героя и эксперта, человека, ради которого вообще мы всё это затеяли, задумали, и надеемся, что всё обязательно получится. У нас в гостях Михаил Задорнов, один из самых востребованных людей, я не побоюсь этого слова, в нашей стране, потому что более неоднозначных реакций на его высказывания, ну, пожалуй, трудно представить среди людей, которые как-то появляются на наших телеканалах. И, пожалуй, это и разделяет страну на таких два лагеря. Одни обожают этого человека, другие относятся с некоторым вопросом. Мы сегодня расставим все точки над «и», постараемся сделать это в лёгко-ироничной манере. И ещё раз подчеркну, полный неформат, ваше прямое общение с Михаилом Николаевичем Задорновым, которого я приветствую сегодня у нас в студии. Добрый вечер, Михаил Задорнович. Добрый вечер. Добрый вечер. Пока вы набираете наш номер, он звучит как 0731 с мобильных телефонов, пожалуйста, звоните прямо сейчас, задавайте любые вопросы. Я позволю себе прочитать некоторую подборку интересных довольно сообщений, которые мы получили в течение этой недели, пока у нас шло, ну, назовём это так, информационно, назовём это так, иностранным словом, промо нашей программы. Эти сообщения пришли от наших слушателей, люди интересуются, в частности, сообщениями, которые появлялись в сети интернет, на различных информационных лентах и так далее. Вот вопрос от Сергея из Москвы, который приводит в качестве цитаты сообщение от РБК.ру. Он говорит, что прочитал с удивлением о том, что икона Владимира Путина в Нижегородской области начала мироточить. В частности, на официальной страничке матушки Фатини из деревни Большая Ель на Нижегородской области появилось сообщение, что с 19 января 2012 года икона премьер-министра Владимира Путина начала мироточить. Это он мне сообщил, чтобы мне как-то радостней жить было, да? Я... Как его звать? Его зовут Сергей. И я должен это прокомментировать, да? Да, Михаил Николаевич. И он в это поверил. Во-первых, я просто хочу еще вспомнить, что я представляю армию продюсеров, которую вы не очень любите. А, да. Да? И поэтому я пытаюсь там немножко защититься, сказать о том, что я прочитал в вашем живом журнале, что продюсеры представляют такую касту, пожалуй, это правда, которая вообще ограждает аудиторию, ограждает слушателей от проявления всего неформатного. Мы создаем формат, создаем программу и так далее. И поэтому мои вопросы, они будут такие, ну, с легким, что ли, намеком на то, что вы должны попасть в непредвиденную ситуацию, и как вы из этого будете выходить. Вот начала мироточить. Ну, если говорить о неформате, мне нравится слово неформат, потому что действительно, ну, вы продюсеры, раз вы так уж себя начали называть, вам, к вам же, если придет Достоевский, принесет новый роман, вы скажете, неформат, вы 16 килограмм написали рукопись. У нас сейчас 200 грамм, мы больше нельзя, потому что через каждые 100 грамм реклама должна идти, ваш роман. И, к сожалению, действительно, я по этому о продюсерах и написал. И более того, я бы дополнил, что вот у вас, когда была промо, то бишь, когда вы предварительно сообщали о нашей программе, это я по-русски перевожу людям, то вы говорили ток-шоу Задорного. Я бы хотел сразу оправдаться перед теми, кто меня уважает, что это не ток-шоу Задорного, а это беседа, действительно, неформальная и не в формате. А если уж вы меня ток-шоу прилепили, давайте тогда прилепим ко мне один ярлычок, который мне очень понравился. На телевидении мне следующее сказали, вы, сказали они мне, очень надежный, вы готовы, как говорит Задорнов сейчас, да, готовы? Вдохнули воздух в грудь? Стандапер. Оказалось, я стандапер. И вот как стандапер, многие не поняли, что я сказал, стандап-шоу есть такое выражение, это такой американский жанр, выступление в жанре сатиры, я отвечу этому Сергею. Видите, я иногда помню то, о чем меня спросили. Замироточила икона. Икона. Да, есть целая секта почитателей Владимира Владимировича Путина, она проживает в деревне Большие Ельни, в Нижегородской области и... Владимирская икона, получается. Замироточила, да. Икона Владимир Владимирович. Кремль разрешил об этом говорить. Разрешил? Да. Хорошо, тогда я скажу. После выборов в марте и портреты замироточат. Не только иконы. Так что могу сказать, ну, спокойно. Вы просто сквозь времена и расстояния глядите, зрите в корень, потому что у меня здесь еще есть небольшое сообщение, которое приоттачило, я буду их забиловать сегодня такими... Да-да, я же стандапер, чтобы я понимал все-таки, о чем это... Этими выражениями. Так вот, нам принесла информационная редакция довольно забавное сообщение в тему, что в прошлом году, в августе, во Владивостоке, произошло обрушение стены жилого дома. И когда дом обвалился, все стали фотографировать сиротливо висящие в одной из квартир портреты Путина и Медведева. И сразу же все блогеры в интернете, увидев фотографии, написали, что жертв и больших разрушений удалось избежать лишь потому, что дом удержала вертикаль власти. Так что... Ну, это остроумно. Ну, это остроумно. Хотя, вот, знаете, что мне самому... Что меня коробит, что стоит где-то чему-то упасть, чему-то разрушиться, люди вместо того, чтобы помогать другим, бегут и начинают фоткать это все. И выкладывают в интернете. Вообще, вообще, это очень плохо. Когда я смотрю, старая женщина упала, поскользнувшись несколько дней назад на вот этом первом льду у нас, а два таких тинейджера с первыми признаками половой зрелости вынули фотоаппарат и фотографируют, как она встать не может. И ведь расположат в интернете. А они не знают главное. Если ты сделал такую гадость, тебе вернется вдвойне. Вы знаете, что нигде в мире нет... Вот я наводил справки специально. Нет, ну, может, где-то есть, но в таких странах, о которых мы говорим, нет такого количества, знаете, кого? Троллей. Нет такого количества злыдней. И нет таких, какого количества злобышей. Более того, я навел справки... Вот смотрите, я выкладываю в интернете, в каком-то... В какой-то социальной сети, там материал, пост, свое мнение о чем-то. Ну, пять страниц, десять страниц. Надо прочитать, чтобы десять минут затратить, минимум на пять страниц. Через пятнадцать секунд, после того, как я выложил, пишут, вы придурок. Это все чушня, но только пишут соответствующим языком. Я не могу произносить это во всеуслышание. И они даже не читают. И я думаю, откуда, что, кто это? Почему такое количество неудачников народилось? Ведь кто злыдень? Неудачник. Они ничего не умеют, у них нет образования. Они в ужасе от того, что они выйдут на улицу жизни, не знают. В интернете они жизнь знают, им в интернете хорошо. Они обругают любого, они смелые, отважные и смайлик поставят. Это чисто наше. Обругал, обматерил смайлик. Если выйдет на улицу и скажет то, что он говорит в интернете, он смайлик поставить не успеет. Ему так в хрюк дадут. Но к чему я веду? Результат потрясающий, об этом никто не говорит. Наибольшее количество, процент самоубийств среди троллей оказывается. А они сами себя уничтожают. И если тролли, вы меня слышите, давайте, пишите мне, что я придурок. А самим хуже будет. Есть еще что-то? Да, на самом деле вопросов валится довольно много. 0731 наш номер. Я просто как продюсер станции начинаю их потихоньку отсеивать. Потому что здесь люди задают в частности странные вопросы. Например, когда в городе Красноярск состоится ваш следующий концерт? Или... Откуда я знаю? Могу у них всем же успехом спросить. Да, что вы можете сказать про зеленую кофточку? Я не очень понимаю, о чем речь, поэтому я начинаю их потихоньку отсеивать. Я подзовись мало. Да, я тоже, поэтому сказал. Там розовое. Там розовое было, конечно. Если розовым, вы знали. А зеленый – это светофорный цвет. Не знаю. Друзья, давайте нормальные сообщения, нормальные звонки. Пока я зачитаю еще один привет от наших слушателей. И позавчера поступил вопрос. Человека очень интересовало. Его звали Евгений. К сожалению, я не вижу сейчас из какого города. Сообщение пришло к нам на сайт. Он просит вас прокомментировать, действительно ли соответствует правде то, что он прочитал. Что российские психологи провели тест, кто из звезд наших самый умный. И выяснили, что постыдное звание самых неумных знаменитостей носят Маша Малиновская, Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова. Здесь вот Женя подчеркивает, что помнит о вот этой скандальной фотосессии, в которой вы принимали участие. Как мы помним. Я думаю, при чем тут я? Все. Да, и он говорит о том, что действительно ли это так. То есть, наверное, вот сейчас сливки всплыли, да? Что называется. Насчет названных фамилий, я, честно говоря, ни с кем не знаком. И их IQ я не знаю. Ксюша ниже пояса IQ. Это я не знаю, что... Я не могу... Я вообще не понимаю, как выясняли это. Им что, вопросы задавали? Это что, ЕГЭ проводили? Очень просто. На самом деле, анализировались их интервью, высказывания, какие-то, скажем, поведения во время телевизионных съемок, даже фотосессии здесь написано, например. Но вот IQ каким-то образом по фотосессии можно, видимо, определить у Анастасии Волочковой. Мне Анастасия очень помогла. Я должен был расположить в ВКонтакте и в живом журнале один материал и хотел привлечь внимание к этому материалу. И когда я узнал, какой рейтинг фотосессии Волочковой, я думаю, а давайте я тоже расположу свою фотосессию и таким образом привлеку внимание к умному материалу. Разделся до плавок, сфотографировался и я получил желаемый результат. Очень многие... А что вы думаете, фотомонтаж или Волочкова за меня? Волочкова сейчас, между прочим, чтобы увеличить еще свой рейтинг, собирается выложить откровенные снимки УЗИ и рентгеновские снимки. Но она следующим поколением передает вот эту замечательную мысль, что нужно фотосессии выкладывать в интернет. Михаил Николаевич, мы сейчас вынуждены уйти на рекламу, к сожалению. Наш неформат прерывается на некоторое время неформатной рекламой. Друзья, после которой мы продолжим. 0731 наш номер, пожалуйста, звоните. Друзья, еще раз приветствуем вас. В студии Максим Забелин, продюсер радиостанции Юмор-ФМ. Я сегодня выполняю роль модератора, человека, который связывает наших слушателей с замечательным, прекрасным человеком Михаилом Задорновым, который находится у нас в студии, который ведет эту программу. Поэтому не забывайте о том, что у вас есть уникальная возможность позвонить и пообщаться с нами в студии по телефону 0731 на любые темы. Лучше, чтобы они какое-то отношение имели к определенным, что ли, итогам недели, да, которые мы сегодня пытаемся подвести. Потому что сообщения сыплются как из рога изобилия. В частности, одна из главных тем этой недели, Михаил Николаевич, вот пока мы сидели с вами, разговаривали о том, что произошло, это Фобос-Грунт. Даже, наверное, не недели, а месяцы. Наконец-то короткий полет прервался. Мы все, естественно, сожалеем о том, что постигла неудачу нашу, постигла нашу отрасль, космическую неудачу. Но в итоге, чем это оборачивается, мы видим, сообщают нам в НПО имени Лавочкина, что прыжок через 30 лет не удался. Среди расследований, которые провела межведомственная комиссия, есть такая цитата. Комиссия, рассмотрев основные причины нештатной ситуации с Фобос-Грунтом, признала в качестве основной версии возможного воздействия на космический аппарат плазменного образования в магнитосфере Земли. Потрясающе. То есть, хочешь спросить, сам понял, что сказал? Михаил Николаевич, есть еще одна более фантастическая версия. Ее выдвинул глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Я как приношу сразу Владимиру Поповкину свои извинения, поскольку я не профессионал, но меня очень позабавила фраза, что траектория аппаратов Фобос-Грунт проходила в зоне действия мощных американских радаров, расположенных на Аляске. Далее господин Поповкин боится, как бы это электромагнитное излучение не повлияло на маршрут Фобос-Грунт, и он в итоге затонул то ли в Тихом, то ли в Атлантическом океане, его же до сих пор не могут найти. Что вы думаете по поводу того, как наши чиновники от Роскосмоса обращаются с этой дорогой станцией? Не является ли, как задают вопросы наши слушатели, это попыткой распилить 5 миллиардов бюджетных рублей? Я понимаю, юмор ФМ, надо искрометно отвечать, но кольнул это в сердце, ведь я же 3 года работал инженером в космической промышленности. У меня была суперсекретность, я до 1989 года не мог выехать за границу. И даже у меня есть изобретение, форсунка для космического двигателя. Некоторые люди понимают, о чем я сейчас сказал. А вы не рассказывали когда-либо. Серьезно, да. И когда надо было испытывать форсунку, пожарные запретили испытывать ее на керосине. Михаил Николаевич, этот двигатель не на Фобос Грумп стоял, я надеюсь, с вашей разработкой. Да, но почему я начинаю издалека? Потому что я всегда хочу сделать обобщение. И мы придумали с нашей группой испытывать эту форсунку на спирте. И мы, извините, на Браге. И мы перегнали Брагу со скоростью звука в спирт. Такого аппарата самогонного мир не видывал никогда. Это мой первый успех в лаборатории Московского авиационного института. Она с тангенциальным фрыском топлива. Короче, ну что я буду засорять мозги вам? Да, лично мне я гуманитарий. Да, так что и так, поверьте, в общем, что я сказал слова правильные. Более всего, да, и даже наша группа разрабатывала фланец, фланец для, внимание, для Бурана, то, что наши начали разрабатывать до шаттла. И мой фланец, мой, я так говорю, мой, нет, конечно, в то время, фланец, разработанный нашей группой, действительно стоял на одном из отсеков. Знаете, как было обидно, когда из него сделали ресторан? Буран-то теперь ресторан. И вот с этого и началось все-таки. Потому что Буран настоящий валяется на задворках Химкинского... Когда оттуда сняли все, тогда это стало копией. Такой, на самом деле, это остов. Это не копия, это не папье. Копию бы сделали из папье-маши. А там действительно есть, там настоящий материал есть. Хорошо, что многие, никто не знает, что там есть абляционные покрытия. Они бы стянули просто сегодня это все. Считайте, что я не говорил этого все. Но вот тогда началось уже унижение и разворовывание и космической, и авиационной промышленности. То есть сегодня с Фобосом Грунтом произошло. Я вам скажу, вот вы в конце очень точно сказали, никто не может его найти. Да его и не было вообще, у меня ощущение. Это все вот как придумали американцы, чтобы затеять войну в Югославии. Придумали случай какой-то. А потом началась война. Так и тут. У меня большое подозрение, что его не было. То есть просто это название счета. Переведите 5 миллиардов рублей на счет Фобос Грунт. И все документы оформлены. Знаете, как Березовский впервые оформлял «Жигули», которые никогда не попадали за границу. «Жигули» якобы выезжали за границу, якобы потом оттуда покупали. На самом деле никто ни у кого ничего не покупал. Были оформлены... У меня очень большое подозрение, что когда начинают говорить вот эти слова, вот квазидискретный континуум про туберанца солнечного, выплеснулся и нахрен, значит, убил этот Фобос Грунт. То когда люди не понимают сами, что говорят, у меня подозрение, что этого ничего не было. А свалить на американцев, ну как же, Задорнов же научил валить на американцев все. Это же первшим делом надо, в первейшем, сделать. Я восхищен нашими умами, которые умудряются обокрасть нищую страну. Нищих людей. Они придумывают такие комбинации. Ой, Михаил Николаевич, поступает нам вопрос. И Виталий из Москвы у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Михаил Николаевич, вот вы знаете, такой вопрос у меня возник. Да. Вот многие, я даже не могу вас назвать, честно говоря, сатириком, вы достаточно умный для этого человек, лезут, пытаются лечь в политику. Ну, у нас много примеров, там, и Евдокимов, и Покойный Лебедь. Вот, вы мне скажите, а вы не хотели бы попробовать себя где-нибудь в политике? Примеры знаковые. Виталий, хороший вопрос, и, в общем-то, ответ, ответь мне легко на него, потому что мне часто задавали подобные вопросы. Более того, даже от города Вологды пытались меня выдвинуть кандидатом в президенты, и я им написал письмо, что я не пойду никогда и не соглашусь на это, потому что у меня еще есть способности. Я считаю, что люди, у которых нет способности, идут в политику. Я считаю, что вообще чиновники, это я считаю, никому этого мне не навязываю, что чиновники, это не учителя, не художники, не писатели, это все «не», которые не могут нормально заработать своим творчеством и трудом деньги, они обязаны стать эксплуататорами народа. Их называют «слуги народа», на самом деле они эксплуататоры. И я не могу позволить себе такую роскошь, как пойти в политику и перестать, ну, перестать, что ли, заниматься своим творчеством. Во-первых, мне неинтересно. Я в свое время был знаком с Борисом Николаевичем Ельцином. Однажды Ельцин меня позвал в Кремль, говорит, «Михаил Николаевич, приходите, посмотрите на заседание». Я видел заседание, он мне спрашивает, «Ну как?» Я говорю, «У меня голова запалела». Это потрясающая серость. Там нет ни одной живой мысли. Там ничего никакой, их надо поливать живой водой с утра до вечера. Они абсолютный формат. Если вы меня загоните в политику, я стану форматом. Я не хочу быть форматом, потому что формат – это человек несчастный. Он не может мыслить и чувствовать вне рамок. Я никогда не... Миша Евдокимов – талантливейший человек. Зачем он пошел в политику? Ведь угробила его не авария, его угробила политика. Потому что это не его дело было. Ведь мы до сих пор наслаждаемся его выступлениями. Низкий поклон. Я бываю на Алтае часто, я каждый раз кланяюсь памятнику и тому месту, когда проезжаю в Бийск. Это очень точный пример. Не должен... Вы знаете, я уважаю Евтушенко, Евгения Эмиду, поэта, а не бизнесмена. Я уважаю Родзинского, уважаю Хворостовского. Для меня кумиры – люди, которые никогда не пойдут в политику. Вот, допустим, человек, который повлиял на меня очень, Михаил Михайлович Жванецкий. Пробуйте ему сказать. Мы тебе нальем три канистры нефти, каждый день будем наливать. Иди мэром города. Он не пойдет. Потому что у него есть талант. Евтушенко ни за какие бабки не пойдет работать нефтяником. Это все для людей, недостаточно одаренных в творчестве. И мое дело лучше, вот я так думаю, вот скоро бунт назначен у нас на Болотной площади. Я такой, Куршавель надоел, теперь есть другие места. Значит, интересно, что на прошлом митинге, когда был прошлый бунт официальный... Разрешенный. Разрешенный бунт. Форматный бунт, он там в окрестностях, в околице Болотной площади, бутики все распродали, что не могли распродать за 7 последних лет. И вы знаете, в одном из бутиков, очень дорогущих, висело объявление, во время митинга скидки до 50% в бутике. Я, я... Нет, правильно, народ выражает негодование, и тут они правы, но там появились норковые шубы, там появились Бентли. Такое ощущение, что большого театра для выгула драгоценностей мало стало людям. Это модно. Надо еще утром выгулить, их многовато стало. Я очень боюсь, что это станет еще одной тусовкой. Если у них бархатные революции, бананы, апельсины, мы заткнем за пояс всех, у нас будет какая норковая революция, у нас самая крутая будет. Но, в то же время, туда есть люди честные, которые действительно хотят перемен, и поэтому я в своих блогах написал, что я по этому поводу думаю. Я вообще, честно говоря, извините, что я задерживаю ваше внимание, Виталий спросил про другое, но я считаю, что, чтобы иметь право бунтовать, нужна программа. Если ты идешь, бунтуешь, давайте сменим правительство. А кто сказал, что дядя придет добрый и хороший на смену от другому дяди? А, как правило, на смену одному дяде еще хуже приходит. Верить в доброго дядю, это верить в метеорит, который прилетит и улучшит жизнь всех на земле. И, ну, лохов очень много. Например, вы бунтуете программу, дайте, сделайте программу. Например, мы хотим конкретный пункт. Вот сейчас выдам один из конкретных пунктов. Давайте проголосуем на радио Юмор-ФМ. Например, вы хотите справиться с коррупцией? Вот как наш президент объявил, война коррупции. Была борьба, а теперь война, потому что на войне трофеи себе забирают. И поэтому надо было сменить. Но он-то сам не понимает, это же его администрация. Это с моего... Копирайтера. Да. Он раньше был райком, райсовет, а теперь всюду администрации. Рай сменился на ад всюду. И как победить коррупцию? Один способ есть. Во всенародной партии карманной, правительственной. Вот давайте проголосуйте мне, если мы механизм найдем когда-нибудь. Кто за? Счетная палата? Счетную палату надо отдать оппозиции. Ребят, ну глупость. Одни и те же воруют, и одни и те же подсчитывают это все. Михаил Николаевич, ну этот лозунг я, по-моему, уже у коммунистов слышал. Я не слышал, я же ни в партии, ни в одной. А у них есть этот лозунг? А вы же, да, вы, по-моему, да, они объявили, что... Я когда-то этой фразой поделился с одним из коммунистов. Я не знаю, так это или нет. Не будем называть его имя. Не будем называть его имя. Влиятельный. Но вообще мне, например, нравится это. И я хочу выдать множество пунктов, которые или наше правительство сегодняшнее прислушивается к народу, и народ заставляет его уважать, ну тогда скажите, что делать надо. А чего вы просто так бунтовать будете? Американский обком за углом. Он ждет уже, когда будут просто так бунтовать без программы. Извините, я так вывалил это все энергично, несистемно, но я же славянин, я бессистемно от сердца говорю. Давайте, простите, давайте следующее. Да, Михаил Николаевич, у нас сейчас форматная рекламная пауза, совершенно не форматная. Рекламная форматная пауза. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Михаил Николаевич Задорнов у нас в студии. И я, как могу, сопровождая этот эфир, меня зовут Максим Забелин, я продюсер радиостанции. Мы ждем ваших звонков на телефон 0731, где вы можете высказаться, пообщаться с главным героем нашей программы. Пока недавно была рекламная пауза, только что она закончилась, в момент которой Михаил Николаевич рассказал мне замечательную историю про русскую Виагру. То есть, Ерсагумба отдыхает? Вообще, вот это слово, вы же меня спросили, когда мы готовились кефиров, знаю ли я Ерсагумбу. Я думал, что вы про какой-то индейский миф меня спросили. Там Тиночтитланки, Цалькатль. И оказалось, это, как вы сказали, простите, вы объяснили это, что это какая-то биологическая добавка, да? Да. Так называется, наше отечественное. Сие трудно проверить, но вполне возможно, по крайней мере, продают ее отечественные специалисты. И это, как кто-то сказал, улучшает мужское достоинство. Это же как мы опустились, если слово достоинство повышает биологическая добавка. И какая? Ерсагумба. А честь повышает это? Или нет? Ерсагумба. Да, она повышает мужское достоинство и женскую честь. Ну, видимо, так. Ну, потому что от мужского достоинства женская честь зависит. А я вообще, когда вы мне сказали вот это слово, мне очень нравится. Ирсагумба. Неважно, это вообще смысл. Я подумал, что если только вот я бы, и мне надо было воспользоваться ей, и в нужный момент, знаете, вот пришел с девушкой, взял лекарство, прочитал. Урсагумба. Все. С этой девушкой уже пора расставаться. Я бы с хохотом подох, что мне это надо принимать. Неужели нельзя придумать что-то другое? А у нас, знаете, какие? Скоро масленица. Вот, вот. У нас были, у нас же были народные средства, повышающие, улучшающие плодородие земли, а также способствующие весеннему деторождению. Все знают сегодня, что чучело зимы соломенной сжигается на масленицу, в предпоследний день масленицы. Но никто не знает, что дальше делать. Пепел должен развеиваться по полям, и тогда улучшается урожай, плодородие урожая. А мужики, которых тоже это интересует, сила живая, настоящая, животворящая, должны посыпать голову пеплом. Это вот такая народная виагра у нас была. То есть точно голову они должны посыпать пеплом? Не голову, а голову. А хотя, может, я неправильно, может, что-то ошибка была филологическая. Может, вы правильнее произнесли, да. Так что скоро масленица, зажигать пора. Да, просто когда будете, друзья, собирать у чучела масленицы эту сажу, да, то есть не перепутайте головы, поэтому нужно... Итак, что у нас? Есть звонки, да, 0731. Нет, я вижу, это мы принимать в эфир пока не будем. Там были агрыши. Да, там изготовители говорят, прорекламируйте и нас. У нас тоже есть препараты. Начинают пилюли свои вот здесь тулить. Да, поэтому давайте ждем звонков на 0731. Это я нашему редактору по звонкам говорю. А пока я хотел вернуться. Вы сказали, что Березовский продавал базы, да? Простите, у меня есть очень смешной случай. Я вспомнил сейчас, как мне один известный актер, я не буду говорить, кто рассказал, как он первый раз принимал биагру. Я не могу, я даже, я смеюсь. Простите, это скабрезно, но это не пошло. Потому что это очень точно как-то все характеризует. Он принял биагру, ему прислали из-за границы, когда еще не было. И пошел на дискотеку. У него, он весь вспотел, красный, жилы проступили. Он говорит, бабы от меня шарахались просто. Я так и провел всю ночь в одиночестве. Красный, красный и потный. Это очень смешно. Ой, простите, с этими шутками на ТНТ надо выступать. Да, Михаил Николаевич, я в качестве такого Аллы Верды вспомнил замечательную историю. Когда в одном из мест Москвы, не будем называть этот ресторан, но это довольно известное место, мы ужинали с вами, обсуждая один из проектов. Это было, по-моему, пару лет назад. Вот, и вы стали объяснять мне с моим товарищем, тоже продюсером с телеканала, этимологию одного древнего крепкого слова, которое, как вы пишете в своем посте, появилось в 17 веке на заборах. Ага. Ну, и с тех пор она, собственно, всегда на заборах. Итак, вы мне говорите, вот это из зубочисток. Помните, вы взяли зубочистки в руки, кладете две зубочистки крест-накрест. Вот это Х-хромосома, говорит Михаил Николаевич. Вот это, говорит следующее, Y-хромосома. Ну, а я виноват, хромосомы так изображаются. Но я еще не забуду, как в этот момент подошла официантка, увидела, что я сложил и застыла. Простите, продолжаю. Она подошла просто на первых двух хромосомах. Треть на третьей хромосоме, кто подошел? Сейчас я напомню вам. Когда вы начали собирать третью букву, вы сказали, это мужчина стоит, и он, это женщина, и мужчина тянется к женщине, соединив мужчину и женщину. И сверху взрыв энергетический. И их осеняет перст божий. Прикладываете вы чуть, да, такой крючком сложенный палец над вот этим, собственно, мужчиной и женщиной, которые тянутся к люду. Итак, XY-хромосома, и мужчина с женщиной, и перстом божьим у нас, в общем-то, на столе из зубочисток сложены. И тут проходит наш бывший министр культуры Шведкой. Помните, он остановился. Михаил Ебимович остановился, смотрит и не верит своим глазам. Да, он говорит, Михаил Николаевич, а что вы здесь делаете? Михаил Николаевич говорит, собирая так слегка эти зубочистки и разбрасывая их по столу. Говорит, я вот тут ребятам объясняю значение этого слова. Шведкой смотрит на нас, а нам, ну, уже за 30 лет. Мол, ребята не знают. Да, ребята, мол, не знают, говорят, что по 30 лет. Да, вот вспомнилось такое. И вообще, почему я стал объяснять, вот, знаете, на меня в мульти... Как это мультипроект на первом канале? Мульт личности. Мульт личность, очень плохая пародия. В каком смысле? Ну, она не остроумная и не злая. Если уж меня высмеивать, то надо вот так высмеивать, как вы сейчас. То есть я сам мог бы писать на себя пародию, потому что вот то, что я вам выложил из зубочисток, это практически пародия на самого себя в этой ситуации. Я вообще хотел пригласить, предложить такой, какому-то телевизионному каналу такой проект. Ну, звезда, я не люблю слово, популярные люди пишут сами на себя пародию и сами изображают. Вот это могло быть улетно. Интересно, как бы они это делали так? Стыдливо, да? То есть такая пародия чуть приукрашивает? Интересно, да. Кто более смелый? Или самолюбованием всерьез стали бы заниматься. Это, да, хорошо. Вот среди наших звезд, ну, не знаю, как насчет популярных людей, но назовем их звездами, так как вы это слово не любите, есть один замечательный, прекрасный, удивительный, фантастический человек по имени Николай Басков. Он на днях открыл брачное агентство и уже нашелся, да, сообщается абсолютно официально. Он решил открыть свое брачное агентство и стать профессиональным свахой. Не боится при этом сравнения с Розой Сабитовым, говорит, что у него все будет лучше. И чтобы привлечь внимание к своему агентству, а Николай отдыхал на Майами, он разместил в интернете, в Твиттере, свою фотографию с манекеном и подписал, я уже нашел идеальную девушку. Слушайте, ну сильно вы сейчас меня загрузили. Майами, брачное агентство, Басков, это только у русских сочетание, всего несочетаемого может произойти. Ну, что вам сказать, брачное агентство, брачное агентство, ну, молодец, пользу наконец-то будет приносить обществу. Замечательно. Друзья, у нас неумолимо приближается реклама. К сожалению, я попрошу немножко подождать тех, кто звонит. Я бы переименовал брачное агентство, но этот брак нехорошее слово. Простите, потом продолжим после рекламы. Хорошо. 0731, пожалуйста, звоните. Те, кто находится сейчас на связи, мы с вами обязательно поговорим за пределами эфира. Набирайте 0731 в прямой эфир. Михаил Задорнов. Продолжается наше шоу, в котором смешано и намешано много всего, прежде всего, для того, чтобы получился не формат. Михаил Николаевич Задорнов, герой и ведущий этой программы. Меня зовут Максим Забелин, я модерирую все, что происходит. И у нас на связи Ольга со своим вопросом, Оля из Москвы. Оля, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я очень люблю ваше творчество, несколько раз была на ваших концертах, ну и по телевизору тоже, так сказать, не пропускаю. И у меня такой вопрос. Вот в последнем, скажем так, наверное, я думаю, что в последнем вашем творчестве очень часто такие философские нотки проскальзывают, да, то есть вы рассказываете о происхождении слов там и так далее, и так далее. Да, то есть мы вас знаем как сатирика с таким острым словом, да, так сказать, таким высмеивающим, но вот такие вот вещи, так сказать, никоим образом там вас не обижают, да, так сказать, и смотря за реакции зала, мне кажется, в общем, ну вот, как знаете, как вот сейчас название этой передачи, не формат, да, ну такие вот может быть не очень интересные, то есть я понимаю, что это такие вещи интеллектуальные, вы говорите, да, но аудиторию, не болитесь растерять, то есть с чем это связано? Я не только не боюсь, наоборот, когда я начал говорить, ну вот то, о чем вы сейчас упомянули, вы знаете, у меня практически с тех пор не было ни одного концерта не аншлагового, очень, наоборот, пошла молодежь, молодежь очень это интересует. видимо, вот эта юмористическая шняга, разбросанная по большому количеству каналов передач, она как бы не цепляет молодой живой мозг, и мне кажется, что ваш вопрос хороший, но вы вот, вот вы, по-моему, делаете неправильно, я не буду утверждать, но когда я начинаю говорить на какие-то очень серьезные темы в юмористическом своем концерте, люди затихают и даже не кашляют и не чихают, и для меня это самое дорогое, и знаете, вот у меня же есть блоги во всех сетях, кроме одноклассников, одноклассники это уж совсем мне нехорошо, и потом зачем мне моя... зачем мне мои одноклассницы, и я вам скажу, что это предмет моей гордости, а почему я стал на эту тему говорить? Оль, состарился, умнее стал, вот, собственно, и все. Хотя я вас хотел вот от чего предостеречь, вы сказали, не пропускайте ни одного моего концерта на теле, не пропускайте, это только из чувства мазохизма, можно смотреть такое количество повторов, которые устраивает телевидение. Оль, ну вы меня простите, я не виноват в этом. Это повторы телевизионных юристов и, будет не при Максиме Забелине сказано, продюсеров. Это не мое желание. Да, Михаил Николаевич, я просто хотел добавить от себя о том, то, что в нашей стране, к сожалению, в последнее время сатира как таковая, она вообще сошла на нет. То, что мы сейчас видим, это такая легкая, довольно жвачка для глаз. Это, как правило, скетч-шоу, очень короткие, рассчитанные на короткое время, на то, чтобы потреблялась эта аудитория легко и непринужденно. Почему такое большое посещение и такое большое количество людей ходит на ваши концерты? Я сам неоднократно на них был и удивлялся тому, какая реакция в зале на вещи, которые очень сложные, потому что вы даете их правильным языком. Человек не любит, когда его грузят. И молодежь этого не любит. Да, абсолютно точно. А мое поколение часто скучняк гонит. Оно рассказывает, как надо жить, а вы вот сделайте так, чтобы так жить захотелось. Абсолютно точно. Дочь была маленькой, родители ее сверстницы, ее подруги говорят, ты должна читать. А я пару раз сказал, ты должна читать. Она мне говорит, пап, я не хочу читать «Три мушкетера», это бандиты. Я не буду это читать. А мне хочется, чтобы она какие-то книжки прочитала. И что я сделал? Я молодец. Ну, если не похвалишь сам себя, то можно импотентом стать. Хвастаться мужик должен. Я положил книжку, которую хотел, чтобы она прочитала, на пол. Она споткнулась об книжку, увидела, раскрыла картинки и стала читать. И она до сих пор, она уже взрослый человек, она любит читать. Она споткнулась об интересную книжку. Я считаю, сегодня надо говорить на те темы, которые нам дороги, но не то, что весело. О, нашел слово «задорно». А знаете, кто такие задорники, кстати, об этимологии слов? Ну, как я могу об этом не сказать? Да, я жду уже, как задорник. Задорники — это те, такие рыжие, маленькие такие, коренастые. Они перед битвой задирали врага. Они выходили, орали «ты порвай тебя, пасть па! О! Э!» То есть, хорошая фамилия. Мне нравится. Задира превратилась в сатиру в греческом. Они задиры. Ну, у них просто цинга была у греков, они не могли «зэ» произносить. Они так попелявили. Шутка. Пожалуйста, профессура, не придирайтесь. Да, я чувствую, что профессура уже начала у нас набирать. Да, да, я боюсь их. Они строчат, да, здесь смс. Кто вам дал право так измываться над русским языком? Ну, это ладно. Об этом мы можем поговорить позже. У нас на связи Михаил, Москва и... Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаю ваш эфир. Рад услышать Михаила Николаевича у вас на студии. Михаил, мне 30 лет, я из Одинцова, Московской области. Хотел задать очень простой вопрос. У меня просто тоже первообразование витерно-техническое. И в какой момент, Михаил Николаевич, вы поняли, что это не ваша, скажем так, близка к сердцу специальность, и вы начали заниматься тем, чем мы знаем. Ой, придется. Какой был толчок у вас? Что произошло? Толчок был в хорошем смысле. Ой, был. Был, Михаил, такой толчок у меня. Я писал для самодеятельности. Однажды приехал очень известный артист к нам выступать в МАИ. И читал свои юмористические миниатюры, рассказы. И я к нему подошел, а я уже писал для самодеятельности. И говорю, вот тут две фразы у вас есть, надо их написать по-другому говорить. А он на меня посмотрел, он опытный и говорит, а как вы так знаете? Он понял, что в этом смысл есть. Записал мой номер телефона, потом перезвонил мне через два дня, проверив, и говорит, а вы знаете, смех возрос в три раза. Вы кто такой? Давайте напишем мне номер. Я писал ему номер год, потому что я работал как самодеятельность, я не был профессионалом. Но когда этот номер был написан, у него и этот номер расхватали другие артисты. Он исполнялся по всей стране, этот номер, эстрадный первый мой, написанный для профессионала. И мне звонят из организации охраны авторских прав. И говорят, приходите, тут у вас немножко денег. Я пришел, и мне говорят, 800 рублей получите. Вы можете себе представить, что это для инженера, у которого аванс 45 рублей, а зарплата 40 рублей. 800 рублей, говорю, а вы с запятой не перепутали там нигде, это 800, я получил 800 рублей. Я, честно говоря, не знал, как бы, я пошел в ателье Зайцева, купил себе первый костюм у Славы тогда. Так тогда у него дела пошли. У него уже, и тогда это было супер, совершенно плечи большие все. И, знаете, мне так захотелось писать с тех пор, у меня такое вдохновение пришло, что думаю, может, продолжить этим заниматься. Написал второй, третий номер. Но однажды мне Булат Шалча Куджава сказал, как вам не стыдно такое писать? Вы читаете хорошие рассказы литературные, публикуете в юности, в литературке. Ну почему со сцены вы читаете такую дрянь? Я аж, я побледнел, не знал, что ему ответить, и говорю, Булат Шалч, я хочу, чтобы мне в месяц за исполнением их рассказов вот определенная сумма бы шла, каждый и регулярно, а потом я буду писать для души. А Куджава на меня посмотрел, говорит, мне столько раз молодые говорили это, ни у кого еще этого желания не исполнилось. Кто садится на иглу денежную, никогда не возвращается к искренности. Я бы очень хотел сегодня ему сказать, что все-таки ко мне люди идут за мыслью и за философией, приготовленной в юмористическом соусе. Да, и даже песни, если я вставляю в свой концерт, я не могу петь. Если я запою, так у меня медведи танцевали стадом на обоих ушах. Американ бой. Американ бой только. Но многие знают по моим концертам, что у меня часто поют какие-то молодые исполнители. В частности, вот я очень горжусь тем молодым немцем, который закончил в Берлине консерваторию, и я его обучил русскому языку. И он настолько вдохновлен русской поэзией. Гумилёв, Махва. Я ему рассказывал, начал про наших поэтов, что он даже начал исполнять то, что ему нравится по словам. Он говорит, почему вы, русские, не слышите, какие замечательные у вас бывают стихи для песен. Ведь во всём мире тексты. А у вас бывают стихи настоящие. И вот я предлагаю даже послушать простенькая песенка. Там есть философия, но не все её увидят. Оля права. Часть людей приходит на задорно чисто поржать. И тогда они ржут, и я им даю возможность поржать. Но они уходят уже. Но они, да, некоторые немножко поумнее стали, а некоторые так и поржали. А другие вдруг вообще пригорюнились после концерта. Это наиболее умные. И вот эта песенка, она со смыслом. Но в ней есть припев, и бездумный человек с морщинами вместо извилин мозговых может совершенно спокойно этот припев повторять. Да, Михаил Николаевич, ну я так понимаю, что вы говорите о Брэнда Нистерне. Да, Брэнда Нистерне. Для меня было удивительно, что человек, не выросший в русской культуре, так быстро изучил русский язык. И то, что я слышал на дисках и на концертах, он исполняет. Прям удивительно. Замечательная песня. Я просто сейчас сидел и наслаждался тем, как она просто и качественно при этом сделана. Я просто хочу сказать, что мы с Михаилом Николаевичем здесь общались как раз во время песни. И он говорит, что особенно ничего не нужно говорить, потому что те люди, которые хотят услышать хорошую музыку, хорошую песню, они и так ее услышат. Если вы обратили внимание на Брэндон Стоун, то дайте просто знать Михаилу Николаевичу, либо на наш смс-портал, либо на многочисленные интернет-ресурсы, которыми вы владеете, обладаете. Да, мне один интересный журналист сказал, послушав несколько песен Брэндона, он сказал, я понял, вы же ему это все ставили как режиссер. И я говорю, да, это вы поете, не умея петь. Михаил Николаевич, о сложных вопросах сейчас поговорим. У нас есть несколько звонков, но перед тем, как они поступят к нам, есть такой трейдмарк, то есть уже, ну, копирайт, что ли, я опять же... Это вы мне перевели с трейдмарка, надо попирать. Британские ученые... Фейс-контроль. Да. Прошедшие фейс-контроль. Британские ученые, прошедшие фейс-контроль, провели некоторое исследование на территории Британии, но я думаю, что оно может относиться вообще и ко всему миру, потому что, знаете, статистическая погрешность, а дальше все одинаково. Так вот, они выявили самые пугающие родителей детские вопросы. Так. А им совсем нечем заняться? Ну, им есть чем... У них бабок многовато. Да. Им некуда это деть. Вот наши в ФОБОС хоть запускают, а эти выясняют чушь. Да, они 5 миллиардов фунтов, вероятно, на это потратили и выяснили. Так вот, у меня к вам небольшое предложение такое, сделать блиц. Представьте, что дети задают эти вопросы родителям, они не знают, что ответить. И вы, как эксперт, наверняка сможете сейчас очень коротко... Как родители, я. Да. Мапа или Пама. Да, практически. Итак, звучит короткий близ для Михаила Николаевича Задорнова. Топ-10 самых неудобных детских вопросов родителей. Я взволновался. От британских ученых. У нас, наверное, все-таки другие немножко вопросы в России были. Итак, почему Луну иногда видно днем? А, собственно, почему ее не должно быть видно, я не понимаю. Солнце же светит, а Луна же отражает солнце. Я предлагаю... А днем же солнце светит, почему ее не должно быть видно? Я предлагаю родителям просто сейчас брать на карандаш. Это совсем пытливый ум у британских детей. Почему небо голубое? Ну, потому что в английском языке слово голубое прилично. Да, приятно. Я себя чувствую с капитаном КВН 70-х годов. Когда капитан КВН еще острили, они заранее писали тексты. Обнаружим ли мы когда-нибудь инопланетян? Спрашивают дети, родители. Британские. Увидев след от Фобос Грунт. Обнаружим. Только жить в эту пору прекрасно. И уж не придется ни мне, ни тебе. Тогда взгляд из космоса. Сколько весит Земля? Ой, много. Надо отвечать с выражением детеныш. Много. Очень много. Следующий неудобный, по мнению британских ученых, вопрос. Как самолеты? Но если ты научишься пользоваться рычагом, надо заинтересовывать, ты ее сможешь поднять и перевернуть. И все. И ребенок будет выяснять, что такое рычаг. Как самолеты держатся в воздухе? Видимо, британские ученые знали, что у вас авиационное прошлое. Надо дополнять. А крыльями не машут. Ну, это очень просто. Согласно уравнению Лагранжа и закону Бернули, очень легко это рассчитать и объяснить. Так что возьмите просто закон Бернули и подставьте туда правильные данные о крыле самолетов. И, конечно, просто надо понимать, как турбулентные потоки в ламинарные преобразуются благодаря Нусельту. Я почувствовал себя ребенком, который хочет узнать много о самолетах. Осталось сделать лишь британскую визу. Михаил Николаевич, у нас на связи Наталья из Москвы. Она хочет задать еще один детский вопрос о сказках, а может быть и совсем не детский, о сказках братьев Гримм. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Да, я как-то в тему, получается, вопросом продолжаю. Вопрос, наверное, да, в большей степени, Михаил Николаевич не детский, а взрослый. С дочечкой тут вот принялись читать сказки братьев Гримм. То ли что-то с сознанием моим было, когда я была в детстве, то ли с переводом и нынешним выпуском книг детских что-то не то. Но сплошная, поножовщина. Это, понимаете, это просто... Мне даже дочь Канечка говорит, мам, давай не будем больше участвовать в сказке. Вот просто даже пример, будете дома, если ваш котлевом захочет проверить, сказка последняя, «Можжевельник». Понимаете, суть того, что одного маленького ребенка убили практически руками родной сестры и съел его в суде родной отец. Вот как вам? Тема для юмора, Михаил Николаевич. А как дочка реагировала на это? Я дочитала конец, потом сама. Я не стала дочитывать и объяснять дочери, что российским законам за такие вещи у нас сажают. Но я в шоке. Я вот пролистываю. Я понимаю, что я дальше просто даже не буду братьев Гримм читать. Это вроде классика. Классика сказочная. Классика, но, видимо, не очень детская. Не вздумайте читать современные наши сказки. Они еще страшнее. Мне присылают. И там есть... Вот в современных сказках, написанных авторами современных, например, есть сказка, как девочка сидела дома, а забрался бандит в окошко. Она его ударила сковородкой, он упал, она его расчленила. Она по пакетам... Ну, в хорошем смысле. По пакетам. По пакетам. Вынесла на мусорную свалку и ждала родителей. Пришли родители и спрашивают, у тебя все в порядке? Все в порядке. То есть это как пример, как дети должны жить. Вот знаете, Наташ, я вообще, что касается сказок, должен сказать, что все сказки всех народов мира, они очень страшные. Но они переписаны, и это авторы записали за разными мифами, легендами. Их нельзя повлимать буквально. Вот часто дети чувствуют то, чего не понимают взрослые. Ну, к примеру, я говорил всегда, колобок. Ну, что это за сказка? Ну, кусок хлеба пыльным дорогам, его и съесть хотят. Но с точки зрения взрослого человека логики чушь полная. А дети понимают и ощущают то, что мозг не понимает. Приведу... Вот греческие мифы. Они известны во всем мире. Но это ужас какой-то. Это банда гулящих, каких-то просто путан, гермафродитов. Это какая-то зона, авторитет Зевс на зоне, такой пахан в законе. Откусил детородные органы папе. Это там есть миф такой. А дело в том, что это означает, что люди стали ощущать время. Потому что отец Крон, Хронос, пошло время. Закончилось формирование солнечной системы и Земли. В мифах есть очень потаенные мысли, чувства предчеловечества, когда был золотой век человечества. А сегодня обыватель это возвел в очень примитивное понимание. И авторы записывают. Получается ужас. Я пытался ответить искрометно, а меня затянуло опять в старческий маразм. Но не маразм, я шучу. Я тебя не садила. Да. Также многие русские народные сказки говорят, ой, какой ужас. Не ужас. Там скрыта тайна. Там рассеки туловища. Там утка вылетит. Тоже ужас. А что такое туловище? Оно греховно. А что такое сундук темный? Это ментальное тело, в котором много мыслей темных. А что такое сундука утка? Это астральное тело. А как можно понять астральное тело свое? Только через космос. А космос это яйцо всегда было в народе. А мы подавили в себе бесовские законы Божьи и космоса так, что в одной иголке уместилось. Разломи иголку и отпусти свои природные законы родные. И тогда ты победишь Кощея в себе. Я так, для примера, Наташ. Николай Голлович, я просто хочу коротко добавить, что если бы британские дети сейчас наслышали, у них бы не осталось больше вопросов сложных. Вот если удается расшифровать по щучьему велению или курочка ряба, несли-несли яичко, а это о золотом веке человечества. И когда золото было божественным металлом, а потом стало средством накопления, вот тут все рухнуло. И говорит, ряба, это она раба. Это женская ипостась Всевышнего. И она говорит, я новое снесу, но простое, раз вы золото сделали средством накопления. Вы должны жить без этого. Золотой век. Это век духовный. Вот если мы сравниваем то, что было раньше, да, и к чему мы приходим сейчас, есть одно замечательное исследование, на сей раз от ученых из университета Ставангера. Ну, вероятно... А можно им вот это лекарственное средство прописать? Потому что они вместе очень хорошо произносится. Да, я думаю, что они тогда... Тумбу-бумбу. Так вот, они пришли к выводу, на самом деле вопрос серьезный, что физическая выносливость и тренированность современных людей вообще за последние 40 лет значительно снизилась. Например, современный юноша-школьник пробегает 300 метров в среднем на 20 секунд медленнее, чем его сверстник 30 лет назад. То есть ни о каком вопросе... Да я это давно говорил без всякого института. Как догнать колобка? Мне этот институт не нужен. Я иногда на пляже в Юрмале говорю молодым, давайте попрыгаем с места в длину. Но вот Максим Галкин меня перепрыгивает. Это единственный из всех молодых сатириков, кто меня с места может перепрыгивать. Но у него тренировочный лагерь в лице Аллы Борисовны серьезный. Там серьезная подготовка. Но дело в том, что он меня перепрыгивал еще до Аллы Борисовны. А с оттяжелением может не перепрыгнуть. Но вот и что? Вот я прыгаю с молодежью. Они прыгнуть не могут, они валятся, Максим. Они прыгнут, а у них мышц нет. У них мышцы похожи на водоросли. Такие висящие от коленок, на бедре. Я говорю, я когда смотрю на ваши мышцы, вот этих компьютерных гениев, у вас только мышца одного пальца, которым смсят. Это такой накаченный смс-ками палец. Причем я думаю, через 100-200 лет этот палец отрастет. Потому что отрастает орган, которым больше всего пользуются. И они, у них мышцы похожи, вот я даже такой придумал образ, на знамя, обвисшее на флагштоке в безветренную погоду. Я говорю, как вы родину защищать будете? Ну, они, правда, взломают аналы ЦРУ в результате. Но я очень вообще грущу по этому поводу. Неспортивное поколение. Мы вынуждены набирать спортсменов-гладиаторов, и у нас в ЦСКА играют... Ну, один уехал сейчас. Один уехал, но один офицер российской армии остался. Своих офицеров нет уже, здоровых, молодых. Да, я просто хочу сказать, что через 100 или 200 лет, по прогнозу Михаила Николаевича Задорнова, если на Юмор.фм будет соответствующая реклама идти про то, как помогать органу, то это будет реклама-средство, которое помогает пальцу большому выходить на СМС покрепче. Итак, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся. 0731 Михаил Задорнов в программе «Неформат». Разговорное шоу «Неформат» в эфире продюсер Юмор.фм Максим Забелин. Я сегодня выступаю в качестве модератора нашего эфира и главный герой ведущей программы Михаил Николаевич Задорнов. Я! Да, мы продолжаем наш разговор, и сейчас в момент исполнения Саши Ивановым песни мы как раз обсуждали историю про то, о чем он поет, этот прекрасный парень. Но перед тем, как мы продолжим, Михаил Николаевич, я знаю, что это одна из ваших любимых тем, в которой вы прекрасно разбираетесь, и есть что послушать и узнать. Я хочу читать сообщения. Обычно продюсер говорит редакторам, что делать, да, там, программным директорам и так далее. Сейчас мне ребята здесь пишут «Максим, скажите еще раз про номер 0731». Нас слушает вся страна. Люди пишут СМС, что они не понимают, на какой номер звонить. 07? Давайте я скажу. 0731, да. 0731, повторяю. 0731. Итак, а сейчас «Неласковая Русь». Вы сказали, что неправильно петь. Ну, такое ощущение, что автор колбасит. Ну, не та тема, чтобы колбасило. Ну, не мое, короче. Ну, вот не трогает меня это. И мелодия не трогает. И потом, я вообще не люблю повторы. У меня ощущение, что меня за дебила принимают. И все время хотят мне чип ставить. «Неласковая Русь» 16 раз. Когда-то Леонтьев первый раз выступал на телевидении. А я опять про Куджаву. Представляете? Мы не были знакомы, но мы попали, вот сидели рядом в передаче, в зале зрительном сидели рядом. А Куджаву и я. Я вообще даже не начинающий. Еще совсем чуть-чуть и не очень. И первый раз разрешили Леонтьеву выступить на телевидении. Была первая запись. Как у Джава спел. Андроников рассказал. Такая, знаете, такая суперинтеллигентная атмосфера. И вдруг объявляет Леонтьева. И он бежит в трико. Тогда еще Моисеев не выступал, поэтому это был шов. И он так в трико одет. И весь такой, как плавательный костюм, значит. Бежит через центральный проход и поет. А я бегу, 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 бегу. И я смотрю, а Куджава, он никого не знает, а я слева от него. Он поворачивается ко мне и спрашивает, это он всерьез? Он побледнел. Его ужас охватил за будущее страны. В этот момент, когда столько раз повторял. Вот я все время вспоминаю, когда меня принимают за дебилы и мне вдалбливают одни и те же слова. Это дурновкусие повторять одно и то же. Простите, я не хотел обидеть автора. Ничего не можем сделать, это формат. Но сегодня не формат, поэтому мы можем говорить. А формат знаете, кого рождает? Рабов, которые выбирают все добровольно рабовладельцев. Вот почему я против формата. Извините, да, пауза зависит. Давайте, да, 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 да. Повисла пауза. Это такая, да, глубокая мысль, которую нужно переосмыслить еще. Я хотел сейчас поговорить коротко. Вы мне рассказали, и мне кажется, это очень интересно будет сейчас нашим слушателям узнать. О том, откуда есть пошла русская земля. У нас даже с вами возник небольшой, ну не то что спор, а разговор относительно Рюрика и его приглашения на царство в свое время. Да, в этом году исполняется 1150 лет. И я в «Аргументах и фактах» прочитал очень интересную статью историка-археоученого. Он археологией занимается, кирпичников. Он там из Новгорода, Ладоги старый. И этот ученый, несмотря на общепринятую точку зрения, кое на что намекнул. Мне было очень приятно, потому что я эту историю, в общем, знаю. Есть две точки зрения на приход Рюрика. Первая немецкая, сочиненная во времена Екатерины Второй. Екатерина Вторая была немкой. Сайн-свайн открывай, вот это, да? И при ней вся академия была сплошь из немцев-ученых приглашенных. Один был русский, один Ломоносов. И его выгнали. Но Ломоносов был возмущен тем, что написали немцы-историки. Шлёцер, Вайер, Миллер. Я читал труды их. Миллер, например, пишет, что слово... Во-первых, первое, точка... Что они... Какое ему заключение они сделали, изучая наши летописи? Русские очень талантливые. Все славяне одаренные. Но результатов достигают только под руководством немцев. Екатерине это очень понравилось. Они этимологию привели очень интересно. Например, есть такое шведское имя, Свинельт. Они его выводят из русского Святослав. Святослав! Ученые могут на меня нападать сколько хочешь. Но любому простому уху слышно, простого, трезвого человека, что это славь свет. А Свинельт по-шведски не расшифровывается. Владимир, владеющий миром. Ну, Свин там слышится. Да, но это немножко другое. А Владимир, тот же Миллер, выводит из слова Вальдемар. Владимир, владеющий миром, будет не припутить. Вальдемар Вальдемарович, да? Тогда он Вальдемар Вальдемарович. И икона Вальдемара у нас, кривоточа. Мироточа. И, и, простите, оговорился, но сатирик куда задирит. И, значит, что получается? Есть вторая точка. Да, Карамзин писал уже под руководством. Он ничего не мог сделать. Была государственная точка зрения. После Екатерины все цари Романовы были немцами. Не заблуждайтесь. В них русской крови была капелька маленькая. А в некоторых даже капли не было. Вы же ничего этого люди не знаете сегодня. И когда я читаю Карамзина, у меня ощущение, что Карамзин намекает. Так, пишет, мол, да, вот так вот, пришли там скандинавы. Но есть. И какие-то намеки идут. И я начал расследовать эту историю, как Шерлок Холмс без Ватсона. Я прочитал множество летописей. Оказалось, что историю, которую я для себя вывел, ее многие знают. Вот я был недавно на дне рождения у Ножкина. На юбилее. Ножкин прекрасно знает эту историю. И когда я стал ему рассказывать на сцене о том, что я хочу, какую роль я хочу, чтобы он сыграл в будущем фильме, он начал мне подсказывать всю историю. Есть вторая точка зрения, не немецкая, а которая от Ломоносова, от Татищева идет. Кстати, интересно, что при немцах труды Ломоносова были отредактированы и изданы после смерти Ломоносова немцами, но в отредактированном виде. И до нас не дошли вот те источники. То есть первоисточников нет, получается? Похоже, что нет. Я не буду говорить точно, но я не знаю, я не нашел. Но это версия, самое главное. Вот вы уже подвели нас, да. А еще, чтобы заинтриговать, есть лицевой свод Ивана Грозного, 16 или 18 томов. За 150 лет ни один ученый не заглянул в него. Я спросил в библиотеке. Только три фотографа сфотографировали. Друзья мои, вы как это все изучаете? Я посмотрел западные летописи, арабские. Прорисовывается совсем другая история, другая точка зрения. Ведь никто, опять-таки, никто не знает, что на территории сегодняшней Германии жили славяне. Германцев там не было. И были такие славянские племена Бодричи, Абодритов. Они вокруг Одера, Абодри жили. И был город Рарок. Ророк, Рарок означало сокол. Пикирующий сокол был гербом этого города в 9-м, с 5-го по 11-й век. Пикирующий сокол сейчас же на гербе украинского. Правильно! Это оттуда идет. Потому что Бодричи со временем германцы выжили оттуда, германские племена. В первую очередь Саксов и Данов. Лотарингов, Тюрингов выжили. Но в то время... То есть Рюрик и Ророк это как бы одно и то же... И он был назван в честь города князем, который княжил в городе, который назывался Ророк. Потом он стал называться Старвеликград. А сегодня Велик, они же цинкой произнести не будут, они Млик произносили, Макленбург. А рядом был город Зверин. И он сегодня произносит Шверин. И если вы... Ученые могут меня видеть сколько хотят, но загляните в карты 7-8 века, там это все есть. А наш край околится вокруг Ладоги и Изборска, и Изборска, и Ильменя озеро, и Ладожское озеро. Называлась страна Гордариков. И это есть на европейских картах. У нас уже города стояли. Могли славяне пригласить княжить из Скандинавии, где не было практически ни одного города. И вся Скандинавия была в разбойниках. А вообще, могли пригласить германца править, вы можете представить, чтобы сегодня мы Меркель пригласили к нам? И эта история известна. Кем был Рюрик? Он огласовку Рюрик от Рарага получил на острове Руяне. Я был на острове Руяне. Сегодня он называется Рюген. Это остров Буян, согласно легендам. Потому что там такое буйство происходило. Это неподалеку от Ростока, да, насколько я понимаю? Это очень рядом. Росток тоже, кстати, славянское название. И есть вся эта история. Пазл можно составить, если только хотеть это сделать. Да, варяги – это выходцы, это разбойники славян. А викинги – это разбойники скандинавские. И символом славянских разбойников был сокол. Почему? Он никогда не нападает сбоку. Никогда сзади. Он благороден. Он всегда спереди. А коршуны, беркуты и вороны даже падалью питаются. У славян была отважная, смелая и гордая птица – рарок. И был новгородский князь, который понял, если славян не объединить их по одному, род славянский будет постепенно уничтожен и вытеснен. Надо объединять славян. Потому что германские племена к тому времени поняли – надо ссорить славянские народы и завоевывать по одному. Однажды славяне так объединились и вдунули Карлу Великому, что тот никогда не совался на территорию славян больше. Но потом начали ссорить. Первыми подссорили бодричей с лютичами. Лютичи были завоеваны, ассимилированы. Естественно, что отошли, стали лютвой. Литвой. Бодричей осели кто в Белоруссии в сегодняшней. И так происходило. И вот тогда было решено в стране гордариков на вече призвать настоящего пацана, который умеет засисять с дружиной. И сегодня день прихода Рюрика определили зимой в администрации президента. Ребят, вы в своем уме? Он приплыл на лодьях, написано. Как он зимой мог приплыть туда на лодьях? Вы хоть почитайте немножко. И ученые им замечания не делают, что этого не могло быть. А мне делают замечания. Вот я хочу об этом снять документальный фильм, потому что художественный фильм сложно сделать. А документальный в этот год я хочу сделать по другой точке зрения. И еще последнее. Я знаю, что рекламная пауза, самое последнее доказательство. Если бы Рюрик был, как сегодня полагают, шведом, какие были у шведов боги? Один, Фрея, Тор. У них не было. У них были другие боги. Вы представляете, сегодня наш хозяин всей Руси становится мусульманином. Пол Кремля принят мусульманство. И следы религии мусульманской останутся навсегда в нашем народе. У нас нет никаких следов скандинавских богов германских. Даже в Англии есть. Уэнсдэй посвящено Вадану, Одину. А его жене Фрей, Фрайдэй. А Торсдэй, Торсдэй, произнесенный Торсдэй с цингой Торсдэй, это четверг. Они посвящены скандинавтию. У нас нет. Значит, у нас правителей не было германцев. Я хочу об этом с доказательствами, с множеством летописей. Я на раскопки ездил. Мне хочется показать. Есть другая точка зрения. Выбирайте сами, какую хотите. Да, это очень интересно. Мы всячески будем ждать выхода этого фильма. И, по крайней мере, пока. Ну, может быть, вы будете как-то делиться с нами в эфирах тем, как продвигаться. Обязательно, обязательно, потому что мне главное, чтобы вот знания эти... Чтобы этот пазл, знаете, сложился. Татищев написал, а его рукопись уничтожили. А он переписал и Акимовскую летопись. И патиевской нет нигде. Северных летописей нигде нет. Остались только... Нестор начинал писать где? В Киеве. А вы еще... И он не описал, какова была наша земля до прихода Рюрика. Потому что Киев и Север, они были соперниками, уже торговыми. А Киев платил дань Хазарам. И поэтому... А вы еще Грузину запишите, закажите летопись Руси написать. Современно. И посмотрите, чем получится. Михаил Николаевич, у нас есть на связи Константин. Он предлагает несколько сменить тему. Но, может быть... Костя, здравствуйте. Он хочет поговорить о карикатуре. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Хорошо ли меня слышно? Хорошо слышно. О карикатуре мне будет очень интересно, потому что я ничего не понимаю в этом. Ну, если вы ничего не понимаете о карикатуре, в чем я сомневаюсь, очень коротко скажу, что карикатура сыграла серьезную роль во время Великой Отечественной войны. Она поднимала дух советских людей, подвигала их на подвиги всевозможные. И люди просто не находились в состоянии постоянного страха. Они боролись, бились и юмор. И карикатура как часть юмора. Она им помогала. Недавний карикатурный скандал, который... Ну, как недавний, где-то лет пять назад. Он тоже говорит о том, что карикатура как часть юмора, она и сегодня играет серьезную роль. Вот хотелось узнать ваше мнение, почему все-таки в России, хотя у нас очень много карикатур у наших правителей, на Путина, на Медведева, и они популярны, но тем не менее карикатура, она сейчас вот пока, или не пока, а уже, значит, не может так серьезно влиять на сознание АМАЗ. Вот ваше мнение какое? Ну, есть другие технологии, которые влияют на сознание, они более современные. А вот про карикатуру вы здорово сказали. Конечно, конечно, что снимает как рукой страх? Смех. И карикатура, правда, помогала. И наши жрецы советские, жрецы, пиары, слова не было, а жрецы пиары, да. Ну, кукрыниксы, когда рисовали хунту или израильских провокаторов, это страшно было смотреть. Это нечто... Они рисовали израильских провокаторов? Да. А антисемитом вас называют? А меня называют. Причем они нормально, да? А это такие чудовища были. Дядя Сэм всегда с большим животом. На пупке было написано, сколько у него миллионов долларов. Нос крючковатый. Вообще такой чудовищный. Ну, это Борис Ехимов, да. Борис Ехимов, кукрыникса в первом, да, это сделал. Но впечатляло нас, детей. Я с детства думал, что американцы тупые. Не тупые, а вот эти монстроподобные. Потому что дядя Сэм всегда... Кстати, вас как звать? Костя. Костя, Костя, алло, вы слышите меня? Да, да, Константин. Вот Константин. У меня не было развито чувство юмора до 9 лет. И меня это очень, честно говоря, печалило. И я папе сказал, у меня... Вот не понимаю я юмор. И папа выписал журнал «Огонек». И в «Огоньке» были карикатуры. И я стал иногда посмеиваться. Действительно, слушайте, Костя, вы напомнили, о совершенно забытых страницах моей жизни. Благодаря карикатурам, я думаю, у меня стало налаживаться чувство юмора. Да, насчет американцев, действительно, это впечатляло. Потому что дядя Сэм был похож на такое внебрачное существо, родившееся от Саити Годзиллы и Шапокляк. Но тогда же вы про Годзиллу не знали. Да, извините, и про Шапокляк я не знал. Но сегодня у меня такое ощущение. Какие-то вместо волос змеи. На одном написано, там, милитаризм на одной змеи. Все это... Милитаризм. Милитаризм, да. Костя, хорошо, интересную тему затронули. Да. А про сегодняшние карикатуры? Я думаю, вам интересно, у нас в стране, я вот почитал, только две выставки карикатуры проводятся в этом году. Одна из них у нас в Барнауле, вторая в Санкт-Петербурге. Может быть, стоит на это обратить внимание? Хорошо. Если вам интересно, я вам могу своих прислать. Вы пришлите мне по электронке, но, знаете что, вот я только хочу... Мне много присылают карикатур. Что мне не нравится во многих современных карикатурах? Несимпатичные персонажи. Даже эти монстры от Шапокляк и Годзиллы были в чем-то симпатичными. Дисней, когда рисовал даже злодеев, он 200-300 про эскизов делал, пока симпатяга не получится. И мне вот сегодня оформляют карикатурами книги, жесткими карикатурами, противно смотреть. И я предупреждал художницу, вы загубите мои книги. Действительно, эти книги не покупают люди, потому что там уроды нарисованы. Потому что читает, что надо уродов рисовать. Михаил Владимирович, наверное, кто-то так же кладет на пути исследования ребенка книжку вашу, он спотыкается, открывает, пугается. Пугается и никогда больше в руки не берет. А Станиславский учил актера, который играл злого испанца. Ты играешь его зло, поэтому у тебя ничего не получается. Играет добро. Найди, в чем злой испанец добрый, он будет очень злым выглядеть, реальным. Вот что я сегодня хотел бы посоветовать многим карикатуристам. Ищите симпатяк. Да, в частности, по поводу того, почему нет карикатур у нас в стране. Потому что недавно появилось сообщение, вот я здесь посмотрел, и Тартас его приводит, что президент России Дмитрий Медведев считает, что цензура в России существует. А вот я с ним опять не согласен. С цензурой нет. Цензура была в советское время. Сидел цензор, я к нему приносил рассказ. Он говорит, вы написали, в стране много дураков, это нельзя. Я говорю, почему? А на кого вы намекаете? Я говорю, не на вас. Это была цензура. Люди были... Нет цензуры, ни одного цензора. Никому, ни одному цензору деньги не платятся сегодня в России. Цензорами стали сами продюсеры. Сами владельцы масс-медиа. Акционеры, которые держат газеты, телевизионные каналы. Они так боятся за свои бабки, демократы. Чуть не добавил русское крепкое слово. Это очень щекотливая тема. Нам пора уходить на рекламу. Вы не демократы. Как народ их называет? Демокрады. Они стали цензорами. Никому еще Путин не звонил, искребляя, не говорил, обрежьте выступление Задорнова. Я у всех спрашивал, вам Медведев звонил? Путин звонил. Нет. Сами делают. Да, при этом сами. Трусло. Поэтому, да, мы, друзья, объявляем еще раз наш номер 0731 и... 0731. Трусливо уходим на рекламу. Мы, друзья, в эфире Юмор.ФМ, ток-шоу Михаила Задорнова «Неформат». И ему помогаю вести эту программу я. Меня зовут Максим Забелин. Я продюсер Юмор.ФМ. Пользуясь положением, сижу здесь. 0731 наш номер телефона. Звоните в прямой эфир. Мы сейчас общались с несколькими людьми. Есть вопросы, но... Михаил Николаевич. Да. Я знаю, что вы уже очень много лет дружите, даже немножко не так. Вы всегда очень тонко и внимательно чувствуете, обращаете внимание на то, что по-настоящему ценно. А поскольку наша программа хоть и неформатна, но носит определенные просветительские цели, по крайней мере, я бы хотел, чтобы это было. И пока это получается, то то, что вы хотели познакомить аудиторию с замечательной песней Владимира Качина, вот буквально несколько слов о ней и послушаем, потому что это очень вдумчивый, правильный текст. Я вообще люблю песни Володи. Во-первых, он мой друг детства. Он познакомил меня, когда я приехал в Москву с Леней Филатовым. И Леня Филатов писал уже тогда стихи. И когда наш друг женился, Леня написал, окна в белый снег одеты, словно в белые манжеты. И дома торжественны, прямые величавы, как родня невесты при венчанье. Мерзли розы в целлофане, мы друг друга целовали. Гости пили, и мурлыкал кот светло и сон на свадебной марше Мендельсона. Я поэтому часто так нападаю на попсу. Где эти образы яркие? Леня был очень ярким поэтом. Володя начал писать песни на его стихи. Конечно, сегодня это не формат, я понимаю. Но у Володи абсолютный поэтический слух. У него никогда не может быть прокола поэтического. И поэтому мне хочется, чтобы люди все-таки напряглись, многие. И, ну, чтобы они все-таки знали, что есть песни другие, которые сердечные, которые наполняют нежностью, а не жестью. А если тебя наполнили жестью, ты будешь несчастнее в жизни. А если тебя наполнили нежностью, ты будешь счастливее в жизни. Потому что ты будешь больше любить детей своих, жену свою. И Вовкины песни делают людей более светлыми и счастливыми. В них всегда есть смысл. Поэтому я хотел бы, вот, к примеру, одну песню на слова Юрия Ряшенцева предложить послушать Володину. И если людям понравится то, что мы предлагаем, Впредь я буду предлагать еще какие-то песни послушать, которые, я считаю, высветляют душу. Я просто хочу добавить, что, ну, для тех людей, которые, может быть, не совсем знают, кто такой Владимир Качан, я надеюсь, что таких немного, но, может быть, они есть, что это прекрасный сценарист, режиссер и... И писатель, и актер, и театр современной пьесы. Автор замечательной песни Кавалергарда «Верний долг». Не автор, автор, а автор... Исполнитель. Он исполнитель ее. Но его действительно везде просят исполнять. Недавно мы с ним приехали, я его сопровождал на одну тусню. Его попросили спеть Кавалергарда. Начал петь, и они все стали танцевать. Это было чудовище. Продолжается ток-шоу «Униформат» с Михаилом Задорновым. И у нас на связи Дмитрий из Самары. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Дмитрий. У меня к вам вопрос. Я много раз смотрел ваше шоу, то сейчас слушаю радио. Мне бы хотелось узнать, как расшифровывается наш город Самара. Есть очень интересная легенда. Вот она с чем связана. Вообще есть такие древние книги, веды, о них многие слышали. Написанные в северной части Индии. Михаил Беларусь, не Самара, да? Не Самк, Ара. А, нет, это неправильно. Так в ведах Волга называется рекой Ра, и также в Вести называется рекой Ра, солнечной рекой. А в нее впадал приток и искривил течение реки Ра. Там же такая загогулинка есть. И Волга говорит, ты куда течешь, говорит Волга, ты че, я авторитетная река, я река Ра. А там маленькая такая, удаленькая, говорит, я Самара. Итак, на вот устье этой речушки боевой появилось вселение и называлось в честь этой речушки боевой Самара. Поэтому город ваш должен быть боевым городом-героем. Михаил Николаевич, у нас просто вот за стеклом, в шоу за стеклом, есть программный директор Дмитрий Юдин, который показывает большой палец, которым он смс набирает обычно, и машет головой. Он сам просто из Самары. И я думаю, что Дмитрий не решил ли вас проверить? А я думаю, что он решил проверить, думать, че он там вот в серии говорит? Все знают Самарцы. Это же, в общем, все знают, Самарцы. Но просто я же с точки зрения Вед, надо же доказать, что Волга река Ра. Кстати, Нил, в честь Волги стал позже называться, Нил от слова Ил. Он илистая река. Поехали дальше, неважно. Давайте, да, мы так подзависли. Я просто думаю, когда к нам египтяне будут дозвониться и говорят, а откуда произошел Нил? Да, 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 через британских детей. Да, да, да. Я просто хочу сказать, что у нас появлялись сегодня смс-сообщения довольно забавные, как раз, ну как они, забавные, не забавные, но от, не от британских детей, а от русских ученых. От! Да. От давно я с ними не разговаривал. Они говорят, да, как вы можете измываться над русским языком? У вас нет никакой доказательной базы, ну и так далее. Несколько смс, сейчас не могу пока найти. Ой, давайте я сразу отвечу, все явно, я много раз слышал. Ученые молодцы, но у них есть один прокольчик. Во-первых, они не признают знаний простых людей. Они ученые, а простые, мол, ничего не знают. Но, если на заборе, мы говорили о трех буквах на заборе, если на заборе написано вот это слово из трех букв, которые XY хромосомы, а внизу 1612 год, ученые будут думать. И это самая ранняя запись под этой надписью на заборе. Они будут думать, что забор поставлен в 1612 году, и что это органа не было до 1612 года, раз не было о нем упоминания. Они глубоко ошибаются, они жизни часто не знают. Фасмер написал этимологические слова русского. Фасмер, он не очень хорошо знал русский язык. Чтобы писать этимологию русского языка, надо быть русским отрожде... Чувствовать. Это должно в каждую клеточку зайти. Я не против фасмера. Но, вот пример. Пришел ученый, мы стали с ним рассуждать. Вы знаете, он не смог спорить со мной. Потому что, например, берем слово нож. Я говорю, откуда слово нож? Он говорит, ну я не знаю. Хороший ответ, да. Это британским детям объясняет. Зашли в четыре словаря. Четыре этимологических словаря, изданные у нас, все по-разному расшифровывают слово нож. Этимология разная. Там один от занозы, один от европейского языка. В общем, не буду вас грузить. Я ему сказал, откуда слово нож. Он говорит, откуда ты это знаешь, это нигде не написано. Ну это ясно. Ну как, ну это... Откуда слово нож? Короткий меч закладывался в ножны. Ножны были у сапога, у ноги. Вы видите, вы сказали, ай, глаза. Они этого не знают. Они не знают, что слово кобелый означает в русском древнем языке. Беспородистый. Отсюда кобыла и кобель. А они выводят совсем из другого. И кабальеро, испанский, это на кобыле сидит человек. А кавалли, кавалло, это по-латыни. Это просто переглосовка, другая огласовка кобылы. И когда дизайнер кавалло, кавалли, это означает кобыла. Киркоров лицо лошади, кобылы. Он представляет дизайнера кавалли. Просто он говорит, я лицо кавалли. Простите. Я вплел в болгарское. Нет, он же лицо дизайнера кавалли, лицо кобылы. Ой, что я сейчас сказал? На меня кавалли подаст в суд за Киркорова. Давайте тогда перейдем к людям, которые, может, уже не ездят на кобылах, а так скажем... Я только скажу, примеров много. В следующей нашей передаче присылайте. Отвечать буду, как про Самару. Да, я хотел просто про людей, которые названы безлошадными, поговорить. Вы знаете, что у нас есть несколько кандидатов в президенты сейчас? И недавно, сегодня, буквально, на автовести.ру, был опубликован перечень автотранспорта, который находится во владении. Ой, как я не знаю, интересно. Забавно то, что... У кого из них москвич? Да-да-да, сейчас до москвичей дойдем. Безлошадными являются только два кандидата, пишет Автовести.ру. Это Михаил Прохоров и Геннадий Зюганов. У них нет автомобилей. Ни на них, ни на жен, но у Михаила Прохорова еще и жены нет пока. Весьма скромный автопарк у семьи действующего премьер-министра России, а также кандидата в президенты Владимира Путина. У него прицеп ГАЗ-21М... ГАЗ-21, 960-го года выпуска... 1960... ГАЗ-М-21Р, 65-го года выпуска, и ЛАДА-21-214, 209-го года выпуска, с прицепом СКИФ. Я ждал, когда ЛАДА появится. В 2009-м году. Замечательно. Владимир Жириновский... Он же все тестировал их, наверное. Да. Сейчас Автоваз, кстати, вы знаете, инвалидные коляски будут выпускать, тестировать Путин будет. Удивительно, знаете, другое с ЛАДА, что сначала был приобретен в 87-м году прицеп СКИФ, а только потом ЛАДА. А потом ЛАДА? Ну надо же как-то прилавиться было. Да. Жириновский Владимир Вольфович владеет автомобилем ГАЗ-21 1960-го года выпуска. Ничего вам не напоминает аналогии? Ой, замечательно. Да, у Владимира Владимировича тоже. Это юмористка, это зачитывать со сцены с выражением. А Сергей Миронов предпочитает внедорожную технику. И у него во владении мотовездеход Гризли. Гризли. Не потать с Мюзли. Да. Что вы можете сказать о том, что такой скромный автопарк у наших кандидатов в президенты? Ой, молодцы. Ой, молодцы. Сейчас еще надо квартиры переписать у всех. Они все раскупят в Южном Бутово однокомнатные квартиры. Вот Гризли мне очень понравилось. Да. Ну вот, я думаю, что после того, что вы прочитали, только одно может выручить тех, кто нас слушает. Рекламная пауза. Даже я бы сказал не то, что рекламная пауза, а рекламная пауза длиной приблизительно в одну неделю, через которую, я надеюсь, мы встретимся опять в этой студии. Ой, все уже. Я только разохотился. Звонок из Кремля поступил. Еще не могу. Там спрашивают название этого лека, биологической добавки. С вами было хорошо, дорогие наши слушатели. Да, вы слышали шоу, ток-шоу или разговорную программу «Неформат» с главным героем Михаилом Задорным. Ему помогал вести этот эфир я. Меня зовут Максим Забелин. Я продюсер радиостанции «Юморфем». И несмотря на то, что продюсер, приличный человек. Спасибо огромное вам за то, что были эти два часа с нами. Обязательно увидимся в скором времени. До свидания. Увидимся в «Неформат». Ток-шоу Михаила Задорного. Найдем.